Саля, как ты думаешь, вот находясь здесь, в Ботаническом саду, мы находимся в экологической обстановке? Я даже скажу, что мы находимся больше, чем в экологической. Мне кажется, это вообще какая-то такая особая стерильная зона. И каждому рекомендую здесь побывать. Ну, конечно, далеко не стерильная, а тем не менее, это фактический лес. Я предлагаю поговорить на тему лесов с заместителем министра, который прямо сейчас находится в нашей студии. Владимир Филатов, заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Крым. Ну, как Саша-то уже правильно сказал, действительно, мы будем говорить о таком нацпроекте, который касается сохранения лесов. И для Крыма это более чем важная тема, потому что лесов у нас предостаточно. А мы знаем, что в этом году и было несколько пожаров, несколько случаев сгорания. И в связи с этим хочется узнать, а каким же образом можно сохранить наше зеленое достояние? На сегодняшний день, как вы уже сказали, у нас реализовывается программа сохранения лесов. Она будет и в дальнейшем реализовываться. Планируется в этом году у нас посадка на территории порядка 222 гектар новых насаждений. Уже сегодня порядка 54 гектар. Так, Владимир Андреевич, в цифрах непонятно. Это вот примерно как город, чуть меньше, например, как село. Вот какой это объем? Какая площадь? Какая площадь? 24 гектара. 200 гектар? Насколько это много? Ну, для сегодня, для Крыма сложно сказать, много это или мало. Мне кажется, что это недостаточно. Мы будем увеличивать эти площади. С учетом того, что на протяжении определенного времени лесовое производство было, к сожалению, низким. У нас сегодня есть большие питомники, которые полностью обеспечивают территорию своим материалом. С учетом климатических условий, с учетом пучиного покрова. Поэтому мы здесь полностью обеспечены. Что касается, вы сказали про пожары, на сегодняшний день уделяется большое внимание пожарной безопасности. В этом году было приобретено порядка 11 единиц противопожарной техники. Но это не окончательное приобретение наше такое, скажем. Мы сегодня усиливаем эти мероприятия. И вот в сентябре буквально, в начале этого месяца, у нас были запланированы мероприятия, доведены деньги. И будет закуплено еще порядка 10 единиц. То есть в этом плане мы пытаемся усилить. Но этого уже будет достаточно? Или все-таки есть почему-то? Ну, сказать, что этого достаточно, наверное, сложно. Но, скажем так, на сегодняшний день это будет тот необходимый объем, который нужен. Естественно, конечно, нам не хватает людей. Но тот коллектив, который у нас сегодня есть, работает слаженно, работает хорошо, оперативно. Люди, несмотря ни на что, полностью, скажем так, отдаются делу. За что им, конечно, низкий поклон. Владимир Андреевич, а вот говоря, вот назвали колоссальную сумму, просто я не представляю, что тут такое площадь. А то какой район Крыма будет озеленяться? Первый вопрос. Что касается озеленения, то есть высадки новых лесных насаждений, то мы пытаемся равномерно, стараемся равномерно распределять по всей территории. То есть там чуть-чуть, здесь чуть-чуть? Ну, чуть-чуть. Ну, образно. Как сказать, чуть-чуть образно. Везде мы будем садить до порядка 10-15 гектар в зависимости, опять же, от климатических зон. То есть это будет Горный Крым, Предгорный Крым. В этом году будем высаживать в Степном Крыму, это Раздольнинский район. И планируем эту работу увеличивать эти масштабы к следующему году. Скажите, а какие породы деревьев предполагаются к высадке? Ну, опять же, если брать Горный, Предгорный Крым, практически там преобладают хвойные породы деревьев, дуб. Что касается степных районов, там преобладают больше, конечно, лиственные породы. Это будет ясень, клен, даже глядичья, высаживаться. Поэтому в этом направлении у нас работа. Владимир Андреевич, вот меня такой вопрос беспокоит. Мы почти месяц наблюдали, как горели леса в Иркутской области. И хочется узнать, нам такое грозит или нет? Нет. Я думаю, что нам вряд ли такое грозит. Потому что у нас не те площади? Или у нас более осознанные люди подходят, у нас более защищенные леса? Ну, конечно, если говорить о территории материковой части, вот вы говорите об Иркутской области, естественно, площадь там достаточно большая по сравнению с нашей. И тут же нужно говорить, самое важное, это мероприятие о недопущении пожаров. То есть это о мониторинге. Вот у нас сегодня создана диспетчерская служба на базе департамента лесного хозяйства, которая работает круглосуточно, работает по взаимодействию с МЧС, с другими органами. У нас ведется круглосуточное патрулирование. И сегодня вот наша главная цель – это недопущение. Помимо этого, вы понимаете, в пиковый курортный сезон у нас проводятся также рейдовые мероприятия по крупным стоянкам туристическим с целью информирования людей о недопущении разведения тех же костров и в целях противопожарной безопасности. Поэтому здесь, мне кажется, основное – это мероприятие по недопущению. Но вот раньше практиковалось использование видеокамер в лесу. Да, такое тоже было, которые, конечно же, в первую очередь реагировали на пожары и сообщали пожарным, да, о каком-нибудь возгорании. Сейчас планируют вернуться к этой практике? Планирую. Мне кажется, оно очень помогало в то время. Мы сейчас рассматриваем мероприятие по поводу приобретения вот всей необходимой техники по мониторингу именно у нас в этой части только Горный Крым. Потому что достаточно сложная местность, если мы берем Ялту, Алушту, то действительно видеонаблюдение, я думаю, что намного улучшит ситуацию по мониторингу. Но мы сегодня справляемся теми силами, которые есть. Возвращаясь к теме высадки новых лесов. Скажите, у нас действительно есть такие питомники, которые способны обеспечить своим материалом? И где они находятся? Действительно, сегодня есть такие питомники. На самом деле у нас сегодня на территории республики находится шесть лесохозяйственных предприятий. Они государственные? Государственные. Это государственные наши предприятия республиканские. В каждом предприятии имеется свой питомник. Но самые большие питомники сегодня, которые обеспечивают в полном объеме республику, это у нас Роздольнский район и Красногвардейский район. Порядка 50 гектар – это большая цифра. Даже если брать с точки зрения нашей соседней регионы, Ростовской области, Краснодарский край, то сегодня мы в этом преуспеваем. То есть с Краснодарским краем мы все-таки будем обмениваться, я так понимаю, деревьями? Потому что это хорошая практика, в принципе, как в зоопарках действуют. Те виды, которые не водятся в тех или иных районах, они попадают именно благодаря обмену. Возможно рассмотреть такой вариант, но здесь есть один такой момент, что, понимаете, питомники почему организовываются на определенных территориях, в определенных районах? Потому что растения, вы же знаете, да, они подвержены определенным климатическим условиям. Поэтому с учетом наших климатических условий в Республике Крым, мы именно высаживаем на нашей территории те растения, которые уже будут приспособлены для дальнейшего воспроизведения здесь. А в Краснодарском крае климат немножко другой, и насколько их саженцы приживутся у нас, ну, это нужно рассматривать. Это вопрос, хотя идея хорошая. То есть какие-нибудь... Возможно, какие-то новые виды... Экзотические все-таки у нас не появятся, можно ли надеяться. Какие-то новые виды мы, может быть, будем саживать. Скажите, а вот, скажем, простой гражданин может приобрести себе растения в этих питомниках? Или они только для нужд? Да, вполне. А вот дополнительные разработки в этой области не ведутся. Я просто знаю, что, например, в Никитском ботаническом саду, еще в советские годы, например, рассматривалась такая перспектива озеленения нижнего яруса южных лесов, южного склона гор крымских, дубом каменным, вечно зеленым. То есть и замена потихонечку, скажем, лесов. Таких вот, скажем, в виде интродукции новых растений нашей лесополосы не... Я вам хочу сказать, что на сегодня все, что касается высадки новых насаждений, этих же содержаний питомников, мы на самом деле здесь без науки действительно не обойдемся. Потому что время диктует свои условия, да, и приходится переходить, правильно вы говорите, на какие-то новые виды, проводить какие-то посадки новые, опять же. И вот в этом плане мы на сегодняшний день тесно сотрудничаем с тем же нашим институтом, с наукой. И на самом деле вот те посадки, о которых я вам сегодня говорю, которые планируются в следующий год, большая часть вот определена, практически все они определены по рекомендациям именно от наших научных коллег. Поэтому в этом плане мы с ними сотрудничаем плотно. Здесь без науки мы не обойдемся. Вот у меня еще такой вопрос. А почему все-таки было решено вдруг возрождать леса? Это потому что у нас сейчас строится трасса Таврида, и в связи с этим просто были вынуждены вырубить какую-то часть деревьев? Нет, конечно нет. Но это работа, которая ведется ежегодно, на самом деле. Опять же, есть этому научное обоснование, что леса должны обновляться, леса должны возрождаться. Каждые 50 лет или какой период? Мы это проводим ежегодно. Это мероприятия ежегодные. Ежегодные проводят мероприятия, поскольку в лесах проводится, есть такой вид деятельности, как санитарные рубки, когда удаляются растения, которые уже, к сожалению, отжили свое. И приходится обновлять этот материал. Поэтому эта работа ведется ежегодно. Единственная речь идет о том, что на сегодняшний день большая часть, если взять нашу республику, у нас всего порядка 40%, даже немножко меньше, покрыта лесами. Большая часть это не покрытая. Поэтому вот в этом плане я считаю, что нужно развиваться. Хорошо, до какого процента вы хотите довести эту планку? Вот вы сказали 40%. Не будем забегать наперед. До 100? Не будем забегать наперед. Конечно, желание хорошее, но будем по мере наших возможностей. Я просто напомню, я немножко увлекаюсь этой тематикой, она мне небезразлична. Я нашел в интернете советское исследование, посвященное, скажем, озеленению именно вот той северной части Крыма, которая сейчас наиболее сильно страдает от засухи. И предполагалось, что там поначалу будут высаживаться такие ксерофитные растения типа глядичий и так далее. Потом со временем, когда экосистема будет видоизменяться этими растениями, почва будет наполняться грунтовыми водами, соответственно, и будет улучшаться гидрологическая ситуация в этом районе. Нет таких планов пока? Такие планы есть, абсолютно верно. Вы заметили на сегодняшний день, буквально на днях у нас состоялась встреча. Мы с нашими научными коллегами из Института Вернадского встречались и проговаривали вопросы по поводу, рассматриваем сейчас варианты, вот то, о чем вы говорите. Зеленение северной части республики. Это действительно сегодня важный такой момент. Потому что, что такое лесные насаждения, да, это не только чистый воздух. Это правильно вы заметили. Это и экосистема, и влагосберегающий фактор. Поэтому такие вопросы на сегодняшний день мы поднимали, и мы в этом направлении сегодня двигаемся. Ну что ж, лично от себя, я думаю, от всех нас, я искренне желаю, чтобы все получилось у вас, у нас. Надеюсь, что это реализуется. Надвер Андреевич, у меня будет еще к вам вопрос, может быть, довольно странный, но все-таки поинтересуюсь. Как вы относитесь к танцу живота? Не просто так, я спрашиваю. Нравится ли вам такой вид искусства? Отметьте, что Саля вас спрашивает в первую очередь, как восточная девушка. Ну, я, наверное, думаю, положительно. Конечно, все мужчины, я думаю, могут оценить этот танец. А вообще, что он из себя представляет, какую историю имеет, я думаю, более подробно мы узнаем из следующего сюжета. И сейчас я напомню, у нас сегодня в гостях был Владимир Филатов, заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Крым. Ну, а прямо сейчас перейдем к танцу живота. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова